Герой – это не всегда отважный мужчина, который бросается в огонь и воду, чтобы спасти людей. Есть ситуации, когда ради спасения чьей-то жизни не обязательно рисковать своей. Просто нужно принять решение стать донором костного мозга. Студентка второго курса с РФТИ Татьяна Коновалова сделала свой выбор и пришла отдать кровь на типирование, чтобы пополнить регистр потенциальных доноров. Я считаю то, что, как у каждого человека, есть какой-то бзикный героизм и хочется спасти кому-то жизнь. И когда я прочитала об этой акции, я поняла, что я могу даже не самым большим трудом спасти чью-то жизнь и помочь человеку выздороветь от каких-то онкологических даже болезней. Также Татьяна в составе волонтерской группы от Саровского физтеха помогает саровчанам заполнять документы и разъясняет им дальнейшие действия после внесения в базу данных потенциальных доноров. Донор костного мозга можно стать двумя способами. Ты или напрямую будешь сдавать свой костный мозг, там под местной или под анестезией тебе сделают один прокол и напрямую возьмут костный мозг из тазовой области. А можно 4 или 5 часов у тебя просто будут брать кровь из вены, проводить через специальную машину. За 4,5 года более 8 тысяч жителей Нижегородской области пополнили регистр потенциальных доноров. Это значит, что шансы на выздоровление больных увеличились. Среди этого количества людей есть и саровчане. В нашем городе акция проходит весной и осенью с 2017 года. Принять участие в ней может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет. С собой документы он должен принести. Наличие паспорта достаточно будет. Он должен заполнить анкету, указать имеющиеся заболевания, хронические, не хронические. Если есть какие-либо противопоказания, при которых нельзя быть донором, тогда, к сожалению, он не сможет сдать. Всего 9 мл крови доноры дают шанс на спасение чьей-то жизни. Сведения вносят в базу данных, где хранятся все донорские материалы. Чем больше людей примут решение сдать кровь на типирование, тем больше тяжело больных детей и взрослых получат шанс на выздоровление. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей СРУ-24.